всем привет друзья сегодня урок номер семь по вектаил самый лучший cms в мире и сегодня мы начнем разговаривать про stream field сегодня мы просто обсудим что это такое я приведу несколько примеров а на следующих уроках мы уже посмотрим более детально мы добавим stream field на к нашему проекту и так для того чтобы понять stream field и вообще зачем он нужен давайте посмотрим вот на это поле то есть поле где мы вводим наш рич текст то есть поле где мы можем редактировать текст мы также можем вставлять сюда картинки вставлять сюда видео какие-то ссылки в общем делать все что угодно в этом поле и создатели вектор постоянно просили расширить вот это поле рич текст field их просили добавить сюда чтобы можно было добавлять цитаты таблицы ссылки на e-mail и какие-то отрывки коды чтобы можно было вставлять также google карты и несмотря на то что они поддерживали все эти возможности они ни в коем случае не хотели чтобы так и все и продолжалось и они как бы придумали следующий следующую идею как все это как все это добавить в вект и собственно реализовали они это с помощью stream field и здесь они говорят о том что эта статья 2015 года одного из одного из сотрудников torchbox который занимается непосредственно разработкой век тел который говорит что который вспоминает знаменитую фразу генри форда что если у клиентов спросить что они хотят что они хотят то что они хотели они бы они бы сказали что они бы хотели быстро более быстрых лошадей но то что дал генри форд была машина и это было то что люди просто не могли то о чем люди просто не могли подумать и то же самое у нас с rich text field то есть если мы попросим если мы спросим у редакторов у разработчиков чего они хотят они скажут мы хотим более крутое rich text field но на самом деле этот rich text field это будет то же самое что мы хотим более быстрых лошадей и stream field это что-то вроде автомобиля то есть это что-то такое новое и что гораздо гораздо круче собственно основная идея stream field состоит в том что вы если если кстати хотите вы можете прочитать вот это вот эта статья на английском языке здесь вот этот автор из торчбокс объясняет почему stream field гораздо лучше чем rich text field так вот основная идея stream field состоит в том что мы организуем наш наш контент из небольших блоков например один блок это может быть какой-то текст следующий блок эта картинка еще следующий блок это например отрывок какого-то кода и так далее и для того чтобы это проиллюстрировать я открыл здесь страницы во вконтакте и на хабре то есть вот это стандартный редактор каких-то постов вконтакте здесь я могу написать например заголовок поста здесь я могу добавить как видите такие такие блочки например я могу добавить я просто могу написать сюда текст я могу выделить кусок текста и опять же его как-то отредактировать но как видите здесь очень очень простой редактор редактор rich text field здесь нет каких-то картинок иди сюда невозможно добавить видео или что-то еще для того чтобы добавить картинки или видео мне нужно повторно нажать сюда и добавить отдельный блок например блок сгибка или блок с опросом или блок с картинкой или с видео или с чем с чем-либо еще то же самое реализовано и на хабре если вы когда-то писали статью на хабр то здесь сейчас у них я не помню с какого года может быть 2020 действует вот такой вот редактор где тоже вы все организуете по блок то есть здесь у нас изначально какой-то заголовок и мы можем добавить блоки здесь блоки уже немного другие нежели во вконтакте есть блок заголовка блок цитаты списка блок кода таблица формула то есть мы можем какие-то формулы в латехе вводить здесь и и создавать наши наши статьи так вот в актел реализована абсолютно такая же возможность вы и собственно в этом в этом stream field stream field это такая коллекция блоков причем блоки какие которые вы хотите создать у себя на сайте вы определяете самостоятельно вы например говорите что я хочу чтобы у меня были блоки для картинки для видео для например какого-то компьютерного кода где пользователь может выбирать какой именно язык используется и так далее для например отдельные блоки где картинка будет по левому краю а текст по правому краю или наоборот где картинка будет по правому краю текст по левому и так далее и так далее и вот вот это вот и называется stream field и она гораздо круче чем рич текст филд если вы делали все так как я вам показывал то у вас уже сейчас есть рич текст филд в вашей модели для homepage так вот если вы хотите если вы захотите поменять рич текст филд и просто здесь заменить на stream field то это не совсем получится поэтому если вы это будет очень сложно сделать то есть смигрировать рич текст филд на на stream field если вы ведете разработку самого начала то я рекомендую вам вообще не использовать рич текст филд вот это поле в вашем вашем проекте а использовать только stream field в которых вы внутри уже будете пользоваться каким-то рич текст редактор и так ну а на этом все этот урок был таким чисто теоретическим на следующем уроке мы уже с вами попробуем добавить рич текст прошу прощения stream field в наш проект и каким-то образом отразим его на наших страницах и так спасибо за внимание увидимся с вами в следующем уроке